Почти 170 тысяч рублей пришлось потратить пенсионерке Галине Селивановой, чтобы оградить свой дом от свалки мусора. Дом женщины расположен прямо у дороги, проходя или проезжая по которой жители поселка Трудовое ежедневно бросают свой мусор. Вы думаете, я забор поставила для чего? У меня была, ну как, рабица, сетка. Я устала, потому что вот эти вот с прошлого года, вот эти вот все пакеты были у меня на грядке. Вот едет машина, тут же вывез на этот самый, машин много. Едет машина, открывают вот так дверцы, раз. Мне говорят, вы номер запишите. Я говорю, да я пока добегу. Раньше через рабицу часть мусора и вовсе попадала во двор к хозяйке. Сейчас собаки растаскивают его по улице, на которой ощущается неприятный запах и собираются мухи. Галина Андреевна уверена, контейнер бы помог избежать свалки. Его она готова купить сама, за собственные деньги. С просьбой установить контейнер пенсионерка обращалась к приморскому экологическому оператору, который занимается вывозом мусора на их улице. Однако решить проблему отказались. Поставленным голосом отчитали и сказали, напишите письмо. Я говорю, на кого? На деревню дедушки. Ну, вы хотя бы адрес дайте. Положили трубку и на этом есть разговор. Я уже больше туда звонить не стала. А что долго звонить? Ну, вы понимаете, ну, у нас страна стала какая-то. Ой, у меня сил нету, слов нету. Редакция обратилась к приморскому экологическому оператору. Там объяснили, об устройствах специальных площадок с контейнерами занимается администрация Владивостока. А сбор мусора на этой улице пакетированный. Вот пока администрация города не поставила контейнерные площадки, в трудовом пакетированный сбор мусора предусмотрен. Что касается, вот как конкретно названной вами улицы, там пакетированный сбор осуществляется по пятницам. Компания экологическая предприятия города Сынча. В администрации на обращение редакции 8-го канала ответили. В настоящий момент в поселке идет работа по организации контейнерных площадок. Однако дом на Карла Маркса в список улиц не вошел. Чтобы ускорить процесс Галине Андреевне, необходимо оставить обращение для обустройства площадки с контейнером и ждать своей очереди. После чего администрация рассмотрит обращение и выделит средства. А пока под окнами пенсионерки продолжает расти гора мусора. Олег Завьялов, Яна Якубич, Игорь Егоров. Новости на восьмом.